Праволыбецкая является улицей, наиболее загруженной в будние дни, стоящим транспортом. Офисов полно, а парковки нет и в помине. Поэтому работникам предприятий приходится оставлять свои автомобили внизу, в пешеходной зоне. Лыбецкий бульвар у нас является пешеходной зоной. И, соответственно, было проведено обследование этой территории на предмет несанкционированной парковки транспортных средств на пешеходной зоне. И по результатам этой проверки было принято решение оградить пешеходную зону ограждающими конструкциями для того, чтобы предотвратить как уничтожение тротуара, так и зеленых зон транспортными средствами со стороны улицы Праволыбецкой и со стороны Мюнстерской. И соответствующий контроль дирекции благоустройства, которая будет осуществлять эти работы, будет также осуществлять и контроль. Ограждения и шлагбаум будут установлены вдоль проезжей части. И все, машинам стать негде. Таким образом получили реальное воплощение мечты многих горожан – видеть Лыбецкий бульвар пешеходной зоной. Вообще, противостояние пешеходов и автомобилистов – вечная тема, даже когда речь идет о стоящем транспорте. После пешеходной победы на Лыбецком уместно будет вспомнить и о городском парке у филармонии. Здесь даже запрещающих проезд знаков не наблюдается. Кстати, при упоминании об этом репортерами, Юрий Анатольевич был искренне удивлен и пообещал ситуацию изучить и взять на контроль. Так что, возможно, не за горами шлагбаум и на въезде в Рязанский горпарк. И это было бы справедливо.